Я скажу, что это счастье. Это работа, как вам сказать, которая вас переселяет в мир каких-то фантазий, вымыслов, мифов. Вы уходите от реальной жизни, от реальной действительности. И это потрясающее ощущение. И когда этого нет, и вы все время погружены в то, что является окружающей нас, реальностью гораздо тяжелее. Здравствуйте! В эфире программы Кинескоп. Точно так же, как в знаменитой пьесе «Пять вечеров» герои повторяют бессмертную Володинскую фразу «Только бы не было войны, только бы не было войны». Сейчас на устах всех, кто вовлечен в крупное массовое мероприятие, другая фраза, «Только бы никто не заболел». Надо сказать, организаторы 42-го Московского кинофестиваля блестяще, справились, наверное, с главной проблемой и не дали вирусам проникнуть в 11 залов киноконцертного зала «Октябрь» в течение 8 октябрьских дней. И послушные зрители, вооружившись масками, смогли сполна насладиться многообразнейшей программой фестиваля, рассказ о которой мы попытаемся изместить в традиционные кинескоповские 39 минут. Разумеется, главным образом речь пойдет о конкурсной программе, в которой история и современность строгий полудокументальный стиль и буйство визуальных условностей, утопии и дистопии, смех и слезы, и смех сквозь слезы, и просто слезы. Все эти эмоции, все эти жанры, все эти стили стали сутью и смыслом многообразной программы этого не вполне обычного фестиваля. Эхо его, думаю, будет звучать еще очень долго, поскольку на фестивале всех ждали действительно настоящие открытия. Но мы поделимся с вами самыми первыми впечатлениями, которые, кстати, бывают и самыми верными. Алиса, когда должны быть отправлены приглашения на званный ужин? Сегодня доставили приглашение на новогодный бал у великого князя. Все будет выдержано в старорусском стиле. Позвольте представить мою дочь Алису. Для дебютанта эта работа, демонстрирующая высочайший уровень владения довольно редким для нашего кино жанром, романтизированной исторической мелодрамой, невероятной победой имя Михаила Локшина, следует запомнить не только кинокритикам, но и продюсерам, готовым вложиться в любой самый амбициозный проект. Коротко сказать, у нас любовная история на фоне социального неравенства. В общем, какая-то вечная, архетипичная, мифологичная, сказочная история. И мы в буквальном смысле воплощали эти два мира, собственно, мир низшего Петербурга, трущоб, и мир аристократии, чтобы они как-то даже визуально разделялись, и в таком буквальном смысле, что это низины, трущобы внизу, аристократы как бы внизу, над каналами в сознании зрителей по всему миру в Венеции, или Лондон, или Париж, тем более, как какой-то романтический город он присутствует, просто как, опять же, архетип. А у Петербурга такого воплощения, на всяком случае, 19 века нету, а при этом это, собственно, мне кажется, очень романтический город. И там, на удивление, не приходится изворачиваться, так сказать, для того, чтобы его показать таким образом. Сам ужасен, а вот этот порядок, даже в самых буйных головах, она упрямо, вдумчиво. Ее сложно заставить, ее нужно убуждать. Мир, который мы придумали, очень сложно постановочный с точки зрения художественной части, да и вообще технической части. То есть, как подойти к тому, чтобы снять Питер, замерзший канал, реки, и вообще мир там, который мы хотели, чтобы он был абсолютно и достоверный, и красивый, и в котором мы погружались. Мы рассчитывали, как, наверное, не, как люди из семечной группы, мы не из Питера в основном. Значит, мы как бы все мыслим, что в Питере зимой холодно. Ну, как-то такое есть. Я не верю, что из миллиарда живущих на планете людей тебе предназначен только один. Все-таки, наверное, в Питере зимой лед замерзает на каналах, на реках. Мы общались с МЧС, они говорят, да, если лед замерзнет, будет минус пять неделю, можно выходить, у нас подстраховки, все это, мы все там, значит, поставим, снимем. А миллиард, это что такое? Если будет стабильно, минус пять минут в Питере, зимой минус пять будет. Оказывается, у нас какие-то представления из прошлого, и климатические изменения все дошли сильно до Питера, и на самом деле в прошлом году, в какой-то момент продюсеры думали перенести съемки на год, оказывается, в прошлом году вообще не было зимы в Питере. Легран Пирог, служба доставки, здравствуйте. Это оставь себе. Благодарствую. А теперь вам метайся отсюда. Подождите, вы обронили! Эй! А ты шустрый? Тебе нужна работа. Алекс? Матвей? У нас лед весь замерз в прекрасном ядваре, мы должны были 2 февраля выходить на съемки, и в начале февраля все растаяло. Есть донесения, что для своих преступных действий бандиты используют коньки. Потом нам как-то все-таки подфартило какая-то была удача, что уже в начале марта, собственно, замерзли все реки Канали, мы вышли снимать на настоящую Неву, причем был такой гладкий лед, абсолютно без снега, что как бы, ну, редкость достаточно, когда все растает, а потом резко замерзает. Вот. То есть это я все про то, что главное препятствие, оно было в первую очередь с выстраиванием вот этого ледяного мира. Андрей Сайцев для рассказа об одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, выбрал скупые, сдержанные краски. И из 900 дней, которые длилась блокада, он выбрал один. Дочь, во что бы то ни стало, преодолевая немыслимые препятствия, хочет увидеть своего отца, осознавая, что вполне возможно, эта встреча станет последней. В Петербурге, я помню, когда я был, я просто было холодно, тогда не было еще никаких телефонов мобильных, ничего, я зашел погреться в какое-то учреждение, и меня пустила в охтерша, я с ней разговаривался, это была блокадница, которая как раз мне рассказывала про то, как она осталась жива, она рассказывала, что вот, если остальные стояли по 8 часов в очереди, надеясь, что они все-таки дождутся, когда там что-то привезут, им дадут, то она как только услышала, что где-то что-то дают, сразу бежала, она говорит, вот кто бегал, кто двигался, кто не терял надежду, те вживые остались. Собственно говоря, я попытался рассказать про блокаду глазами блокадников, максимально стараясь ничего от себя не придумывать, потому что это такая святая тема, и это тема такого страдания, что-то домыслить, находясь в своем довольно комфортном бытовом состоянии, я не имею права, потому что я не знаю, что такое голод по-настоящему, а блокадники все говорят, что голоду привыкнуть невозможно, самое страшное, что человек не может пережить, это голод, потому что к страданиям можно привыкнуть, к боли можно привыкнуть, к бомбежкам можно привыкнуть, к голоду привыкнуть невозможно, потому что, как они описывают, это не просто желудок хочет есть, это у тебя каждый клетчик этого тела кричит накорми меня. Мышцы, суставы, кости, мозг, все что угодно, все это кричит накорми меня. И когда она не получает этих витаминов, этой энергии белка, она начинает пожрать сам себя. Когда я дальше стал вспоминание блокадников, было абсолютно непонятно, какую историю сделать, чтобы как можно больше рассказать, потому что если человек сидит просто дома и выходит за хлебом, это все равно показываешь какой-то небольшой кусочек блокады. И потом я наткнулся на повесть Дневной звезды, автобиографической повести Ольги Бергольца, где она как раз рассказывала, как она уверена, что она умирает и не желающая жить, потому что у нее умер муж, и сил жить больше не было, и желания не было. Она пошла через весь блокадный город к своему отцу, чтобы попрощаться с ним. И в результате этого разговора она поняла, что будет жить дальше. И я понял, что как раз это и есть замечательная основа, потому что это раут-муви, мы движемся по городу, мы можем показать самые разные ситуации, самых разных людей. Они появляются в кадре на 5 секунд, на 10, на 15 минут. Есть возможность сделать мозаику блокадную, но на самом деле блокада не отмолена. В кино она точно не отмолена. Вот в храмах, насколько я знаю, обязательно на каждой проповеди утренней поминают блокадников. Вот в кино они не отмолены. Да и вообще, честно говоря, я когда узнал, я не мог поверить, что в блокадном городе до 89-го года не было музея блокады. То есть город, который пережил самую страшную блокаду в истории человечества, трагедию, сравнимую с Холокостом, где погибло в таких мучениях, страданиях столько людей, в нем с 49-го по 89-й год не было музея блокады. Тогда получается, что да, что город всего этого не жил до сих пор, и кино мало снято. Об этом тоже Астафьев говорил. Те, кто говорит неправду о войне, слишком ее героизируют, искажают, те приближают войну будущую. Вот в чем дело. Вот знаешь, я все думаю, думаю, я спать не могу. Не случайно нам эта блокада дана. Либо мы через эти страдания возвысимся и всю ненужную шелуху с себя скинем и станем человеком с большой буквы. Либо, если мы ничего не поймем и все забудем, то мы исчезнем. Мы уже по пандемии поняли, насколько у нас хрупкий этот мир и этот мегаполис. Нам просто пока очень повезло, что это так нас коснулось, нам пальчиком пригрозили. А вернуться это может еще более страшными блокадами и более страшными мучениями. Поэтому про это надо помнить, говорить постоянно, снимать. Главный приз 42-го Московского международного кинофестиваля был присужден именно этой картине, блокадному дневнику. Рядом с Андреем Зайцевым актриса Ольга Азалапиня, сыгравшая в фильме главную роль. Надежда в нашем фильме все-таки есть. Ведь, несмотря на то, что на экране мир выглядит достаточно пессимистично, и выхода будто бы нет, но главный герой все же, несмотря на то, что он не до конца осознает коварство ловушки, который оказался, находит в себе силы восстать и бороться с системой. В фильме приобретает особую важность одна примечательная фраза. «Здесь мы одни, и кроме нас никого нет». То есть до тех пор, пока люди будут объединяться и вместе бороться против зла, надежда не умирает. Фильм «В тени» Эрдема Тепегёза, режиссера из Турции, получил специальный приз фестивалю. Вообще интересно, что творческий союз с этого режиссера, Эрдема Тепегёза и оператора, выпускника в ГИКа, уроженца Армении Хаика Киракосяна, блестяще доказывает, что на территории настоящего искусства нет места распрям и национальным предрассудкам. В «В тени» еще одна попытка освоить жанр антиутопии, в которой герои отчаянно сражаются с вездесущим большим братом, превратившим их жизнь в каторгу. Я считаю, что сегодня мы живем в таком мире, где на равных правах, порой в тесном слиянии, существуют и утопия, и дистопия одновременно. Еще сегодня мы, как нам только что казалось, обладаем огромными возможностями, смело строим планы на жизнь, и тут вдруг, по законам как раз дистопии, все резко меняется, и жизнь сворачивает совсем не туда, куда бы нам хотелось. На самом деле это все там есть, и вот это огромная фабрика, и там 8 этажей, и там в полу просто дырки, и ты видишь все этажи, там эти бетонные прутья торчат, то есть там кошмар. Вот эта система в нашем фильме, где камеры, где-то вот этот большой брат, который за всеми наблюдает. Может, поговорим? Там был коридор, где они срывают вот эту камеру. Это важно. Одна современная камера висела, одна единственная на всю фабрику. И мы приехали, и Орден говорит художнику, слушай, убери там, типа, свою. Они полезли убирать, и охранники вдруг прибежали, говорит, не трогайте эту камеру. Наверное, они еще не вернулись. Пойдем назад. Нас никто не слышит, скорее всего. Через эту дыру можно что-то разглядеть. Говорит, а что такое? А это, говорит, хозяин фабрики из Флориды за нами наблюдает. Это в реальности. Понимаете? То есть мы снимали документальное кино на самом деле. Не прикасайся, так они нас увидят. В документальном кино есть вот этот странный феномен, когда что-то не то с картинкой. Все провода порваны. Является определенная тревога у зрителя. Камера включена. Здесь вот это что-то не то, оно сделано. В редких только кадрах я отыгрывался, делал какие-то так красивые штуки, которые все ушли в монтаже. Брось все это, пойдем отсюда. А если они не услышат твою просьбу? Да ладно, они нас услышат. Ты что натворил? Здесь надо было себя тормозить, потому что это реальная история. И надо было... Почему камера, весь фильм с рук снят? Вот, то есть, это тяжело довольно-таки, физически тяжело. И, как бы, благо у меня был хороший помощник, и мы делились с ним. Правда, он потом в больницу попал от переусердия. Ой, я вообще не знаю, что такое режиссер. То есть, режиссер, это, понимаете, иногда приходится эту социальную функцию, как сказать, погружаться и играть в режиссера. Я вообще человек, так сказать, в достаточной степени, ну, что ли, ну, скромный, спокойный, да. На площадке, где много людей, и они от тебя зависят, и ты должен проявлять волю и энергию. Я переселяюсь в роль режиссера, да. Иногда приходится, так сказать, как это, с жестким тоном кого-то останавливать. То есть, это не я, это некая роль, в которую я погружаюсь. В жанре степного вестерна канун своего 80-летия неожиданно выступил признанный мастер российского кино Александр Прошкин. Будучи блестящим специалистом в самых разных жанрах, он вновь косвенно затронул тему бунта. На этот раз не чисто русского, а скорее феминистского. Все то, что я снимал до «Капитанской дочки», это все-таки привычный для меня пейзаж. То есть, лес как стенка, человек на фоне все-таки какой-то, так сказать, красивой декорации стены. Вдруг нескончаемое, просматриваемое на десятки километров пространство. Причем это пространство, это не казахская степь, такая ровная, плоская, заунывная. Не на чем глаз остановить. Она вся дышит, живет. Она в каких-то холмах, в каких-то всплесках зелени. Она совершенно разноцветная. Там цвет земли красный. Понимаете? И вот человек на фоне такого пространства, он как бы рентгеном просматривается. Что такое Оренбуржье? Граница Европы и Азии. Стоит обелиск прямо на окраине Оренбурга. Ничего подобного. Тут Европа и Азия сплелись воедино. Сегодня, как положено в пятницу, перед закатом, мы совершаем ритуал поклонения богине Давиду. Оренбуржье было одно из тех мест, куда повалила первая немецкая эмиграция. И по сей день, сейчас уже мало осталось, но там было очень много немцев, они очень во многом здесь и помогли сельским хозяйством. Вот этот сплав, немцы, русские, украинцы, феномен вот этого яйцкого казачества, это вообще совершенно другое. Поднимите руки вверх, откройте ладони небу, закройте глаза. Это, так сказать, такая особая стихия. Тут же башкиры, татары, буряты, казахи. Вот этот невероятный сплав, и все они степняки. Смотрите на себя до тех пор, пока не увидите в зеркале совершенную красоту уже не себя, а ее. И они все в известном смысле при разных религиях, при разной культуре, при разных традициях, между ними есть что-то такое общее, что продиктовало вот этим нескончаемым пространством, где человек, понимаете, другого человека видит за несколько километров. И вот он, когда увидел, он думает, это враг или это друг. В этих краях есть два направления. У них тут и мужички припрятаны, не скучают бабенки, опустили стволы. Они не этносом подсказаны, а просто люди делились с собой. Началось от сарматов и скифов делились на скотоводов и крестьян. Это соотношение, оно где-то в мозжечке еще осталось. И вот идет, и по сей день идет некая такая борьба. Одни хотят распахать всю степь, и людей, которые не могут выносить, когда эта степь распахана, потому что она исчезает на глазах, а исчезающая степь это исчезающие реки. Китайские бизнесмены, программа «Шелковый путь». Эх, Никоди, мы не взяли, о чем это он орет? Прекрасное шоу, говорит. Встречи через тысячи лет. Тут вот идет некая такая еще подспудная борьба одних и других. Кто из них прав, судить невозможно. Там правда, и тут правда. И о чем это он? Шериф ему очень понравился. Это вы. Чтоб стер, слышала? И они бунтуют. И они хотят занять свое место. И этот мир, в общем, жесткий, алчный мир, который сейчас выстраивается, понимаете, в нем как бы женщине нет места. Я боюсь, это уже невозможно. Они стримят. Совершенно сумасшедший народ. Ваши селфи уже у него в Инстаграме. Thank you! Вот придумалась такая история, такая ковбойского фильма, где ковбоями будут женщины, а мужчины будут на Мерседесах, тракторах, и уже не знают, с какой стороны к коню подойти. Это довольно сложное месиво, понимаете, в котором очень трудно выжить. И которое, с моей точки зрения, наивное весьма, противостоит какой-то возврат каким-то традиционным вещам. От сарматов до скипов. До простых каких-то человеческих, чувственных вещей. И здесь, мне кажется, что эти степняки в юбках должны сказать свое слово. Три фильма из цикла «Русский сюжет» пример того, как плодотворно может быть обращение современного кино к отечественной прозе. Страницы произведений Сергея Шургунова, фоторобити Евы, Людмилы Улицкой в «Лялином доме» и Юрия Буйды в «Свинцовой Ане» находит в этом проекте свое экранное воплощение. На канале «Культура» с Сергеем Леонидовичем Шумаковым мы обсуждали, что бы такое сделать хорошее, интересное для нашего кино. И созрела вместе с ним идея обратиться к писателям, современникам, к их рассказам. Два критерия у меня было. Неглавный – это драматургичность, неглавный критерий. И главный критерий – это внутреннее содержание напряжения, невысказанная в фабуле идея, которую нужно было сделать уже режиссеру. У нас ведь кино как понимают? Чем больше аттракционов там, чем больше что-то движется, и вот, значит, чем больше мы линий сюжетных перескакиваем и, так сказать, завязываем. Дайте историю, она говорит, дайте историю. Да история не всегда на поверхности. История лежит всегда вот чуть ниже, она вот где-то в этих чакрах. Я просто хотела сказать, что семья для меня супра ум нас превыше всего. А за семью? За семью. За семья. Не чокаясь. Это у меня, наверное, первый фильм, где у меня так много текста. Вот, потому что первый фильм у меня, например, учебный был, а на втором курсе вообще бездиалоговый, там, 15 минут, ни одного слова. И диплом, вот, например, у меня там тоже буквально на 20 минут очень мало диалога, все в основном на какие-то визуальные вещи, да, визуальная история, в большей степени. В общем-то, когда я прочитала этот сценарий, я думаю, да, я хочу это попробовать, вот именно это. Мне понравились персонажи, мне понравился какой-то там, ну, так скажем, приятный дурдом. Говори, Ляля. Что же мне говорить? Как ты думаешь о себе? Только не ври. У меня есть любовники. А как же твоя семья? Я как-то пыталась все это визуально, очень долго для себя выстраивала, как это должно выглядеть, и я понимала, что нужен воздух. А как же твоя семья? Я начал писать сценарий. Она почитала, говорит, ну, нет, нет, Алексей, нет, нет, ну что вы, нет, я закрываю эту тему ни в коем случае, ну что вы, что вы, это вот, ну-то. Я говорю, ну, Людмила, ну, дайте попробовать, ведь не я только это делаю, это же делают студенты. Через месяца два-три я позвонил и сказал, ах, да, дело в том, что, понимаете, они, не слушая меня, начали уже снимать, у нас сроки. Она говорит, ах, вот, ну, ладно, ну, посмотрим, что получится. Мне кажется, эта смелость в ней и сила, она происходит вопреки. Это нужно, чтобы казаться и быть сильной, это нужно вот перешагивать через свои проблемы. И эта сила, она нежеланная, то есть у нее нет желания быть сильной. Ревность – главный триггер фильма «Фоторобот Ева» и его героиня, одержимая вершить неправедную расправу над обольстительницей своего мужа, не признает никакого суда, кроме суда своей страсти. Расскажите, как? Как все началось? Я просто хотела найти ее. Я посмотрела на весь этот сюжет со стороны. Кого? Как на героиню, а не как на себя. И я поняла, что в какие-то моменты я бываю ужасно глупа и невыносимо, и это просто какой-то кошмар, почему женщины так делают, и почему я так делаю. Ева. Я думаю, что моя героиня в конце побеждает, проигрывая, ну, внешне она проиграла, но внутри, мне кажется, она осознала очень важную вещь. «И что ты будешь делать? А ты, блин, что сделала на ее месте? Не знаю. Наверное, что-то страшное». Она принимает себя, и она делает этот шаг все-таки сказать, что Ева была, потому что так она и себя чувствует честнее. И она убеждается, что она не сумасшедшая. Да, это будет сложно, больно, но она в этот момент чиста. Яркое событие фестиваля по заслугам получивших два приза за режиссуру и за лучшую женскую роль британский фильм «Хильда», в котором в неравном бою с жизненными обстоятельствами отчаянно отстаивает свои права на полноценное существование «Юнная героиня», виртуозно сыгранная актрисой Меган Первис. Частично это мой личный опыт, то, что было в моей жизни, но отчасти это опыт знакомых мне людей или людей, с которыми я вырос. Но сама идея фильма появилась в результате одного странного случая, когда я был в метро. Ну, а в Лондоне метро – это очень депрессивное место, особенно в час пик. Когда все набились в вагон, как сардины в банке, и все уже готовы просто застрелиться от этого. И там была молодая женщина в наушниках, и было очевидно, что она не в лучшем расположении духа, но в то же самое время она слегка подпевала музыки. А теперь вот что. У меня нет денег. Я без гроша в кармане. Мои дети голодают, и я хотела бы увидеть кого-нибудь прямо сейчас. Из-за нескольких станций, кажется, от Расселска в Эрту Кинг-Кроуз ее настроение полностью поменялось. Она стала танцевать прямо с наушниками, и этот образ застрял у меня в голове на какое-то время. Проваливай! Это был очень интересный режиссерский опыт, потому что многие вещи мы делали без слов. То есть мы были на площадке, делаем дубль, смотрим друг на друга, как бы говоря, да? Все так? И она такая, нет, нет, чуть-чуть не то. И мы делали еще один дубль. И этого было достаточно. Она стала мне очень хорошим другом еще во время съемок. Я думаю, она актриса не одноплановая, как многие другие актеры. Она такая актриса, что если есть какой-то материал, в который ей будет интересно вгрызаться, она совершенно точно захочет это сделать. И нам было очень весело. Когда ее только утвердили на роль, у нас на самом деле еще не было никакого бюджета, я ей все это объяснил. И вот во время первой встречи я покупал чай, моя карточка вдруг не сработала, не сканировалась. И мне пришлось звонить другу прямо перед ней и просить перекинуть мне пять фунтов на этот чай. Это была наша первая встреча. В общем, у нее были все причины просто сбежать, но она этого не сделала, осталась до конца. В буддизме у Будды есть три тела. Это правдивое тело, это тело, которое в небе находится. Есть бьютифик бати, это не знаю, как по-русски. Это тело, которое над нами плавает. Есть тело третье, которое с нами вместе ходит. Вот я ее хотел вывести в некое верхнее тело, тело Будды, которое на небесах. Исмаил Сафарали в своей дебютной картине показал себя мастером довольно редкого жанра, замешанной на фольклорных традициях притчи, в которой главной героиней выступает юная девушка, отказывающаяся верить в смерть своего отца, рыбака, который стал жертвой морских стихий. Мой загородный дом в 10 километрах от этого места, где мы снимали, он точно такой же. Вы приедете, вы поймете, что время просто не меняется. Время осталось таким же, каким был мой дед, когда ему было 20 лет. Дом такой же. Соответственно, все, что мы видим, вот эта вот целостность, не эстетическая целостность, если можно так назвать, она сохраняется, что меня, безусловно, радует. Поэтому я стараюсь ее как можно больше фиксировать, потому что рано или поздно она куда-то уйдет. У нас полярный мир, да, в деревне. У нас есть некие силы зла, у нас есть некие силы добра. Так как я это вижу, силы зла в этой конкретной истории, они перевешивают. И если применять опыт реальной жизни, я примерно понимаю, что бы произошло дальше с этой девочкой, да? Иногда лучше не пойти по этой траектории, а сгореть на взлете, если понимать, о чем я говорю, быть яркой кометой, чем просто опуститься на землю и раствориться. И вот для меня это какая-то суперновод, это взрыв кометы над небом. и это некое единение с какой-то высшей силой. Стой за мной. Все домой, Иванова. Поэтому для меня это и есть хэппи-энд, потому что человек сознательно идет к тому, чтобы высоединиться со своим любимым. Любимый, в смысле, философия любимая. Вы знаете, в суфизме есть любимый, любимый это Бог, да? И здесь то же самое, она идет к единственному человеку, навстречу, который, собственно, ее понимает, который ее любит и который всегда будет рядом с ней. И она этого человека находит. Вы не говорили, что это Хлебников, да? Вы говорили, что это поэт, подразумевая, естественно, его стихи. Мне хотелось как-то передать его вербальность, да, ну, через изображение, конечно. Ирина Евтеева обладает помимо ярчайшего таланта уникальным ноу-хау. Она оживляет рисунки, написанные на стекле. Ее невероятная фантазия сродни искусству великих героев всех ее фильмов Андрея Белого, Александра Грина и вот теперь Велимира Хлебникова. Велимира Хлебникова. Два человека, синий страж, красный страж, север и юг, они его водили, как две звезды. Птицы, гнезда, было очень важно как-то это увидеть. А насчет стихов, но без них нельзя было просто. И поэтому первая картина, она тоже такая, немножко странная, с речью. Там и арабская речь звучит, и речь русская, и другие многоголосия, потому что эту легенду про Лейлу и Меджинуна в общем все знали, все восточные народы. И полтора тысячи лет она существует. И был такой поэт Кейс, которого назвали Меджинуном. И Войя читала много, и Низами читала, и Хлебникова, конечно, тоже. То есть это надо было сплести именно вот эту языковую вязь. Как в арвентуре мой китайский художник говорит, занимается ловлей пейзажей, так и я. Трава пошелилась интересная, птица пролетела, сирень. Эта сирень была снята просто во дворе моего дома. Потом уже я ее соединяю с таким изображением. Краски тоже сами выбирают себя. Я так не задумываюсь. Начинаю строить картинку, и когда я строю картинку, я что-то там нахожу. Это же процесс не такой, что иногда спрашиваешь, что я разрисовываю кино. Я его не разрисовываю, я его делаю. Это было в те дни, когда люди впервые летали над столицей севера. Я плавала с пыли Коперника в пыль Менделеева под шум Сикорского. Я думал о кусках времени, тающих в мировом, о смерти. У него всегда было что-то такое. Он хочет ехать в Астрахань, теряет деньги. Из Астрахани в Питер тоже теряет деньги. То есть у него какая-то карма такая. Он действительно совершенно... С одной стороны жил, вроде бы в плоти было, а с другой стороны он такой вот был, ну, как воздух, что ли. Я был спрятанным сокровищем, и я желал быть узнанным. Посему я сотворил мир. Я его так ощущала. Воздушность какая. То есть летучесть такая, да. Ну, много, действительно. Мне он очень много дал. Когда мы садимся в зал, смысл нашей профессии, то, чем мы занимаемся, это взять людей, садить их в зал и сделать так, чтобы они как кролики перед удавом, открыв рот, сидели перед этим экраном и погрузить их в какой-то мир, который их околдует, загипнотизирует. Ну, в идеале, да. Не всегда получается. У Валерия Тодоровского, разумеется, получилось. Это его картина не столько о гипнозе, сколько о пробуждении личности молодого героя, который ощутил на себе незримую агрессию против своей личности. Я действительно подростком попал в такое место и к такому человеку, который занимался такими экспериментами. Закрыли глаза, увидели море перед собой. Море совсем близко. Там была самая смешная история в том, что я когда уходил оттуда, и я разговаривал с профессором, и я ему сказал, «А все-таки вам не удалось меня загипнотизировать ни разу». А он мне сказал, «А откуда ты знаешь?» И вот с этой мыслью я от него ушел. Волны плещутся. Вы не в море, вы стоите в песке. Вам жарко. Вам очень жарко. Если бы он не сказал эту фразу, я, возможно, это у меня бы и растворилось в прошлом. Но вот это ощущение, а вдруг действительно я делал что-то, и со мной происходило что-то, чего я не знаю и никогда не узнаю. И вообще, насколько распространяется власть таких людей над нами, или надо мной в частности. И вот эта фраза сделала свое дело. Я просто через, получается, там 40 лет с лишним я решил сделать такой фильм. «Песок горячий. Больно стоять в песке. Очень больно стоять в песке». Режиссер на 80% решает все проблемы на уровне выбора артистов. Вот то, что я выбрал Максима и я выбрал этого Сережу, я уже много решил, потому что в них было то, что нужно для того, чтобы ты увидела в этом вот это. Оно уже в них было. А дальше надо было проводить с ними время, разговоры вести, репетировать. Ну, даже не столько репетировать, сколько погружаться. Как вот погружаться. И потом это возникает само. Кроме того, я считаю, что по-настоящему там хороший артист, большой артист отличается от, ну, скажем, хорошего ремесленника артиста именно тем, что в какой-то момент он улетает, отлетает от текста, от задачи, а переходит вдруг на какой-то космический уровень, когда ты не понимаешь, откуда это берется. Но для этого и есть большие артисты. Вот у меня когда-то, я помню, Олег Иванович Ченковский снимался, и я вот это ощущение очень остро помню, когда мы все договорились, отрепетировали, почистили идеологии, выкинули лишнее, и я уже все, я уже с ним прошел три раза, я знаю, как это будет. И вдруг он выходит и делает так, как я не мог себе представить. То есть оно не так, как мы договорились, но лучше. И появляется какое-то вот это космическое измерение, но я не могу, как режиссер, из него это выдавить, если его там нет. Ты Миша? Да. Тебе 16 лет, и ты ходишь во сне, правильно? Правильно вроде не ходить. Кто тебе это сказал? Ну, и куда ты хочешь попасть? В смысле, куда? Куда ты идешь, когда ты спишь? Ну, не знаю. Знаете, есть такая паразитическая мысль, которая преследует, собственно, Мишу, что все вокруг это сон-иллюзия, нереально, называйте, как хотите. Вот. И можно очень сильно увлечься этим, и это, наверное, была из таких сложностей, наверное, выхода из роли. То есть это такая проблема, на которую нельзя ответить точно. Мы до конца жизни не будем знать на нее ответа. И так же, как и Миша. Я думал, скажем так, я сознательно делал историю именно такого взросления, ну, когда человек начинает задавать все самые страшные вопросы и разбираться с собой. Делаем шаг к воде. Еще. Еще один шаг. Скоро будет вода. Еще. Еще. Вот что бы ни происходило, как бы убедительно не была ложь, да, а все-таки остаться со своей реальностью. Есть еще такая тема, которая меня очень всегда волновала. Это тема глобального вытеснения, потому что мне кажется, что человечество занимается вытеснением исключительно. Только вот люди, ну, массово живут, вытесняя реальность, неприятности и все, а до какой-то степени вскатываются в идиотизм. Ну, такое. И вот здесь, это, в общем, история про человека, который не смог вытеснить. Он остался один на один с ужасной правдой. Но не вытеснен. Вот уже вода. Вот, наконец, вода. Все, можно плыть. Плавать умеешь? Плавать умеешь? Да. Плыви. Лучше всего, об этом сказал философ Гершензон, достаточно было бы знать одну тысячную божественной истины, чтобы уже быть святым. Но знать истину и жить по истине это разные вещи.